МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях жизни Владивостока. С вами я, Юлия Ракотская. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Четвертый Тихоокеанский туристический форум проходит во Владивостоке. О совместном будущем договариваются участники из России и стран АТР. Об открытии деловой части 4-го Тихоокеанского туристского форума расскажу я, Евгений Черемухин. Кедровая роща появилась на русском острове. И полторы тысячи кедров высадили активисты в рамках Всероссийского дня посадки леса. Это дерево, которое больше всего чистит атмосферу, то есть дает нам чистый воздух. Приморцы вернулись с наградами с Кубка России по коду. Наши спортсмены привезли три золота и одну бронзу из Калининграда. Ребята, которые уже участвовали на больших соревнованиях, показали результат. Но ребята, которые первый раз поехали, всегда проявили характер, так сказать, дух свой. Также в выпуске птичий гриб не повлиял на рост цен. Стоимость курятины в магазинах не увеличилась, дефицит, а нет. И еще расскажем. Общественный транспорт под контролем администрации Приморской столицы. Транспортная инфраструктура должна стать единой системой. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Роста цен на мясо кур в Приморье не зафиксировано. Специалисты Департамента лицензирования и торговли ведут еженедельный мониторинг цен в торговых сетях Владивостока. Особое внимание сейчас уделяется стоимости мяса птицы. Из-за птичьего гриппа, зарегистрированного на фабрике Надеждинского района, на ведущих птицефабриках проводятся ограничительные мероприятия. Однако на рынке дефицита птицы нет. Присутствуют крупные поставщики качественного мяса из других регионов. Например, из Белгородской области. Также на рынке присутствует завозное яйцо из других регионов. Поэтому дефицит яйца также не ожидается. Отмечу, очаг вируса птичьего гриппа был обнаружен на фабрике Надеждинская птица вечером 8 мая. Оборот продукции не ведется. Вся птица подлежит уничтожению. Сейчас руководство предприятия ведет подготовительные мероприятия, готовит подходящую площадку для утилизации. Продвижение межрегионального проекта «Восточное кольцо России», расширенную Туманганскую инициативу и другие аспекты отрасли обсудили участники 4-го Техокеанского туристического форума во Владивостоке. Спикеры из России и стран АТР поделились своими соображениями о совместном туристическом будущем. А уже 18 мая на набережной кампуса ДВФУ откроется международная выставка, посвященная национальным и региональным особенностям в этой сфере. Подробности в сюжете моего коллеги Евгения Черемухина. Тихоокеанский туристский форум для многих по-настоящему долгожданное событие. Впервые он прошел в 2014 году. А это значит, что сегодняшнее открытие деловой программы ТТФ уже четвертое по счету. На сегодняшний день это одна из самых перспективных площадок для дискуссии о туристической отрасли во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Основными спикерами выступят не только представители из России, но и из Китая, Республики Корея, Камбоджи, Японии и других заинтересованных в сотрудничестве с Россией в контексте туризма государств. Площадкой для форума уже традиционно стал Дальневосточный федеральный университет. А его образовательные ресурсы во всем помогают организаторам ТТФ. И сегодня то, что происходит, это происходит впервые. Это происходит первый, можно сказать, молодежный международный туристский форум. Акцент сделан на молодежь. Потому что, как сказал у нас сейчас коллега из Китая, что следующее, буквально поколение, которое молодое, оно будет основными путешественниками. Они в основном будут делать туризм. И не мудрено. Ни раз и ни два спикеры форума давали оценку своей основной целевой аудитории – активным молодым путешественникам, как качественную, так и количественную. Последнее, к слову, впечатляет. Ведь сегодня на планете Земля проживает почти 2 миллиарда молодых людей в трудоспособном возрасте. А там, где есть способность к работе, там и место отпускам, уверены эксперты. Они очень быстрые, они очень международные, они с языками, говорящие на различных языках. И поэтому вся индустрия туризма должна меняться. К слову, молодежь на открытии деловой части форума собралась не только русскоязычная. Многие из так называемых студентов по обмену с удовольствием пришли на пленарное заседание, чтобы расширить свой кругозор и, быть может, стать на шаг ближе к осуществлению своих целей. К примеру, О'Пунгу мечтает открыть у себя на родине, в Конго, собственное турагентство. Тут в школе экономика и менеджмента я на третий курс и направление у меня это туризм. Сегодня она получает образование в России, налаживает связи и развивает свои представления о новых реалиях, в которых находится туристическая отрасль. Такие мероприятия, как ТТФ, являются для иностранной девушки и ее сверстников отличным подспорьем в этом. Пока в зале заседания участники форума обсуждают важные вопросы на повестке дня, за его пределами в стенах ДВФУ полным ходом идет строительство и разведение тематических площадок от различных стран и регионов. Кстати, с одним из первых лиц Камбоджийского королевства мы сейчас и будем общаться. Этим первым лицом из далека Камбоджи оказался замгоссекретаря по туризму. Съемочной группе Восьмого канала удалось перехватить почетного гостя форума как раз до его выступления, чтобы узнать, что он думает о перспективах туристических взаимоотношений между нашими странами. Мы установили хорошие партнерские отношения между Россией и Камбоджей. Мы отличные друзья. И мы хотели бы большего турпотока как в одну, так и в другую стороны. К слову, только в прошлом году в Камбодже побывало более 70 тысяч россиян. Весотисо надеется, что со временем туристический трафик в обе стороны станет лишь интенсивней. К слову, вышеописанные павильоны и тематические площадки, по сути, гвозди всей турпрограммы, заработают уже 18 мая, знаменуя открытие 12-й международной туристской выставки во Владивостоке. Евгений Черемухин, Сергей Тулатеев. Новости на Восьмом. Тем временем Монголия планирует построить морской терминал в Примурье. По словам заместителя министра иностранных дел, власти страны хотят получить доступ к морю, чтобы экспортировать свою продукцию в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. «Сейчас мы экспортируем товары в основном в Китай, но хотим получить доступ к морю, чтобы выйти на третьи рынки. Нам нужна ваша поддержка в поиске морского порта для организации пилотных перевозок, а также в подборе земельного участка для строительства нового терминала», — сказала заместитель главы Министерства иностранных дел Монголии. Глава Примурья отметил, что регион готов к сотрудничеству с Монголией. Андрей Тарасенко предложил партнерам протестировать перевозки на одном из незагруженных портов региона. Транспортировка монгольских грузов через порты России — задача, поставленная на уровне государств и включенная в программу развития стратегического партнерства между территориями. Для ее решения правительство обеих стран планирует заключить соглашение об условиях транзитных перевозок и развитии переграничного сотрудничества. Навести порядок в сфере общественного транспорта стало одним из первых поручений, которое дал соответствующим ведомствам глава Владивостока Виталий Веркиенко после вступления в должность. А на днях о том, как будут решаться накопившиеся проблемы и каким должен стать общественный транспорт Приморской столицы, рассказал начальник управления транспорта администрации города Сергей Цибулин. Подробности в нашем следующем материале. Новые автобусы чистые внутри и снаружи, оборудованные системой ГЛОНАСС и терминалами безналичной оплаты. Такой общественный транспорт должен появиться во Владивостоке в течение года. Терминалами безналичной оплаты должны быть оборудованы и автобусы, и троллейбусы, и трамваи, и водный транспорт, как муниципальный, так коммерческий. Для того, чтобы можно было предусмотреть абонементы, сквозные билеты и льготный проезд. Транспортная инфраструктура Владивостока должна стать единой системой. Человек не должен ломать голову, приехав, например, с острова Рейнеке в центр Владивостока, как ему добраться в Фитисов арену. При этом он должен не только посмотреть там хоккей, но и вернуться поздно вечером домой. В транспортном управлении администрации Владивостока сегодня прорабатывают вопрос о штрафных санкциях для тех водителей, кто нарушает график вечерней работы и уходит с маршрута раньше положенных 23 часов. По этому вопросу сейчас работаем очень плотно. И коммерческие перевозчики, пусть не все, но большинство, начинают понимать, что за всеми такими нарушениями стоят штрафные санкции. Ушел с маршрута раньше 23 часов, заплатив городскую казну 8 тысяч. Первым шагом в модернизации работы общественного транспорта Владивостока должен стать переход от системы, ориентированной на пассажиропоток, к системе километража. Задача, которую поставил перед управлением транспорта глава города Виталий Веркиенко – высчитать стоимость одного километра проезда. Второй шаг – модернизация автобусного парка. Сегодня, подчеркивает Сергей Цибулин, у 70% коммерческих перевозчиков автобусы старые. Меня интересует чистая технически исправная транспортная единица и опрятный водитель. В управлении транспорта прорабатывают вопрос и о единой униформе для водителей. Фирменный стиль диктуют свои правила, считают в управлении. Это порядок в голове и на рабочем месте. Почему другие регионы могут себе это позволить, а мы нет? Я же не говорю о Японии и Южной Корее, где водители работают в белых перчатках. Ещё одна идея от управления транспорта – запустить трамвай на корабельной набережной. Специалисты считают, что переделать железнодорожные рельсы под трамвай труда не составит. Технические возможности для реализации проекта есть. Светлана Садовая. Новости на Восьмом. Приморские полицейские и волонтёры договорились о сотрудничестве. Стражи порядка и кураторы волонтёрского движения «Поиск пропавших детей. Приморский край» провели рабочую встречу и обсудили алгоритм действий при проведении поисковых мероприятий, работе в средствах массовой информации и социальных сетях. За пять лет члены движения приняли участие в двух с половиной сотнях поисковых операций. Только в 2017 году организованы 95 поисков. В результате найдены 69 пропавших детей. Из них 22 ребёнка обнаружены благодаря ориентировкам, размещенным в СМИ и социальных сетях. Принято решение подготовить памятку, которая должна содержать информацию о методах обнаружения пропавших детей, правонарушителях и мерах личной безопасности. Запланировано также проведение серии обучающих семинаров-тренингов с участием сотрудников уголовного розыска, подразделений по делам несовершеннолетних, психологов, специалистов МЧС и Центра медицины катастроф. Сотрудники полиции на постоянной основе проводят профилактические рейды, направленные на обеспечение безопасности, защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, а также выявление и изъятие с улиц безнадзорных детей. Только в этом году полиция вернула в СМИ и государственные учреждения 518 пропавших и склонны к бродяжничеству детей. В органы внутренних дел доставлены 165 несовершеннолетних, находившихся на улице в ночное время без сопровождения взрослых. Вопросы культуры, охраны общественного порядка, эти и другие проблемы жизнедеятельности и благоустройства города обсудили почетные граждане Владивостока на очередном расширенном заседании. В совещании также приняли участие глава краевого центра Виталий Веркиенко, прокурор города Сергей Лубенец и председатель Думы Владивостока Андрей Брик. Ключевой темой стала работа народных дружинников. Отмечу, по поручению главы города Виталия Веркиенко, в краевом центре сейчас разрабатывают муниципальную программу по профилактике правонарушений. Она упростит взаимодействие граждан и правоохранительных органов и создаст условия для развития деятельности народных дружин. К слову, сегодня в краевом центре добровольные народные дружины созданы и работают на базе двух охранных предприятий в поселке Трудовое и на базе Дальневосточного государственного гуманитарно-коммерческого колледжа. Они ведут патрулирование территории, работают с участковыми уполномоченными и оказывают помощь ГИБДД. Обсудили на заседании и вопрос установки памятника Пушкину, который был убран при строительстве моста через бухту Золотой Рог. Решено, что место установки памятника согласуют с почетными гражданами. Разобраться в вопросе точного места установки поможет специалист в этой области, почетный гражданин города, заслуженный краевед Нелли Мись. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Пляж Юбилейный во Владивостоке обещают привести в порядок. Орендатор в ближайшее время должен заасфальтировать дорогу. Хвойники высадят в снеговой паде, также жители микрорайона проведут субботник. Популяция амурских тигров растет, таковы данные из Национального парка Бикин. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра САНОС. Это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра САНОС. Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами я, Юлия Рокотская. И мы продолжаем. Пляж юбилейный во Владивостоке обещают привести в порядок. Орендатор в ближайшее время должен заасфальтировать дорогу. Хвойники высадят в снеговой паде, также жители микрорайона проведут субботник. Популяция амурских тигров растет, таковы данные из Национального парка Бикин. Жителям Владивостока отдадут шестиметровую полосу на пляже Юбилейный. Арендатор пообещал в ближайшее время сделать асфальтированную дорогу для пешеходов соответствующей ширины. Пляж во Владивостоке установит так называемый сервитут, ограниченное правопользование, и продолжит развитие. Такой компромисс с предпринимателями был найден во время личного приема граждан главой Владивостока Виталием Веркиенко. О проблемах территории ему рассказал один из арендаторов. По его словам, последние три года идут судебные разбирательства, в том числе с администрацией города. Тогда как территория находится в аварийном состоянии и нуждается в срочном ремонте. Обеспечительные меры на время судебного процесса запрещают ведение строительных работ. Виталий Веркиенко подчеркнул, что судебные тяжбы – это крайняя мера, нужно искать компромисс. Глава Владивостока предложил создать сервитут в шестиметровой зоне, чтобы эта территория приводилась в порядок и благоустраивалась к летнему сезону. Предприниматель пообещал в ближайшее время выполнить это условие. Полторы тысячи кедров высадили активисты во Владивостоке. Кедровая роща на острове Русский появилась в рамках Всероссийского дня посадки леса. К высадке присоединились жители города, сотрудники компании, предприятия, а также специалисты мэрии Владивостока. Подробнее в следующем сюжете. Через несколько лет эти небольшие зеленые росточки на острове Русский вырастут в полноценные кедровые деревья. Акция «Вернем кедр Приморью» проводится восьмой раз и приурочена к Всероссийскому дню посадки леса. Ежегодно жители с активной гражданской позиции высаживают от 500 до 3000 саженцев кедра в различных уголках Приморья. На русском высадка проводится уже второй раз. Делаем это по собственной инициативе, с надеждой на то, что, может, не мы, так наши дети, все-таки отведают орешков с этих очень красивых и традиционных для нашей природы деревьев, которые, к сожалению, ареал которых сокращается. К высадке молодых кедров присоединились жители города, сотрудники компаний и предприятий, а также специалисты администрации Владивостока. Остров Русский активисты выбрали по нескольким причинам. В первую очередь это желание озеленить город, чтобы были места для прогулок. Немаловажная причина – пригодная почва и отсутствие палов на острове. Для кедра палы – основной бич. Ежегодно сотни тысяч гектаров молодых деревьев сгорает, в том числе и кедровая поросль. Но все же приживаемость высаженных активистами саженцев велика, отмечают организаторы акции. Это дерево, которое больше всего чистит атмосферу, то есть дает нам чистый воздух. Это дерево, из которого можно делать посуду, допустим, и это тоже имеет свои питательные. Дома деревянные уже надо, наверное, начинать возрождать, строить, мебель какую-то создавать. Но это, конечно, будет очень много времени пройдет, пока вырастет это дерево. Но пусть это будет для наших потомков. Во Владивостоке ведется активная работа по уходу за существующими зелеными насаждениями и высадке молодых деревьев и кустарников. Начала работу новая программа озеленения столицы Приморья. С начала весны в городе высажено почти две тысячи кустарников, 170 хвойных и 164 лиственных дерева, а также 52 тысячи цветов. В этом году городские скверы, парки и зеленые зоны украсят две тысячи вечно зеленых хвойных деревьев и три тысячи рододендронов. Светлана Садовая, Новости на Восьмом. К слову, высадят хвойники и в микрорайоне Снеговая Падь. 19 мая жители микрорайона проведут субботник. Присоединиться могут все желающие. Жители наведут порядок рядом со своими домами. Уберут мусор, побелят деревья, покрасят скамейки и детские площадки. На аллее высадят саженцы, пихты и елей. Для участников субботника организуют угощение. Их ждет горячий чай и вкусный плов. А для самых маленьких приготовят сладости. Акция начнется в 16 часов в районе дома номер 9 на Анны Щетининой. Однако не только экологические мероприятия, подготовленные для жителей Владивостока на выходных. Культурные, образовательные и развлекательные площадки также предлагают программу на любой вкус. О том, что стоит посетить в ближайшие три дня, расскажет в традиционной рубрике «Афиша» моя коллега Анна Бережная. Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная. И сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. Дальневосточный фестиваль «День путешественника» пройдет с 18 по 20 мая на университетской набережной в рамках 4-го Тихоокеанского туристского форума. На фестивале будет работать улица регионов, где продемонстрируют достижения конкретной туристской территории. В программе фестиваля запланировано проведение мастер-классов на сувенирной ремесленной улицах, реконструкция исторических событий, кулинарные изыски, фитнес-аллея, культурно-спортивный лабиринт и многое другое. Вход свободный. Что такое профессия модельер на самом деле? Какой труд за этим стоит? Какие навыки и профессиональные компетенции необходимы, чтобы реализовать себя в этом деле? На эти и другие вопросы молодежи ответит дизайнер Юлия Далакян в рамках федерального фэшн-тура в поддержку поколения М. На открытый мастер-класс, где Юлия также разберет модные образы, загруженные участниками на сайт, и поделится с ребятами профессиональными секретами, приглашаются все желающие. Мастер-класс в детской школе искусств номер один начнется в 15.00. Вход свободный. Инсценировка по мотивам одноименной повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» состоится в Театре молодежи. Начало в 18.30 стоимость билетов от 200 до 400 рублей. На спектакль «Три грустных мужа и один веселый» приглашает Театр имени Максима Горького. История о трех мужчинах, получивших телеграмму своей бывшей возлюбленной Любови и одновременно оказавшихся у ворот ее дома. Внимательный зритель, конечно же, спросит про четвертого, то ли грустного, то ли веселого мужа. Кого же из них веселит сложившаяся странная ситуация? Кого и счастливят две неожиданно появившиеся женщины? И кто в итоге станет любимым избранником? Начало в 18.30 стоимость билетов от 300 до 1500 рублей. Концерт хип-хоп «Трибют по-русски» состоится в Приморской филармонии. Впервые в крае на сцене Большого зала вы услышите голос улиц под звуки оркестра. МС города исполнит рэп-композиции известных исполнителей, таких как Эминем, Риана, Джей Зи, Алишия Кис, Сдеблокайт Пис, Кулио, Баста, Город 312, Каста и не только. Начало в 18.30 стоимость билетов от 600 до 1200 рублей. Акция «Ночь музеев» пройдет в ночь с 19 на 20 мая. В этом году ее главная тема – шедевры из запасников. Многие музеи и арт-пространства Владивостока будут работать бесплатно в вечернее и ночное время. В программе мероприятия, маскарады, лекции и тематические выставки, викторины, фестивали и квесты. Музеи будут открыты до 12 часов ночи. Открытый турнир по функциональному многоборью состоится на стадионе 61-й школы. 52 участника в четырех категориях будут бороться за звание сильнейших атлетов. Победители и призеров будут награждены памятными подарками, медалями и грамотами, а также денежными призами. Начало в 9.00, вход свободный. На традиционную выставку яхты-катеров «Владивосток Боут-шоу» приглашают гостей и жителей Владивостока. Неизменное место проведения выставки – яхт-клуб «Семь футов». Начало в 10.00, стоимость входа – 200 рублей. Зрелищное шоу «Фэшн Дэй Поколение М», на котором зрители увидят коллекцию дизайнера Юлии Далакян, состоится в Дальневосточном федеральном университете в панорамном зале корпуса «А». Начало в 18.00, участие в мероприятии бесплатное, необходима лишь предварительная регистрация на показ. Второй краевой военно-патриотический фестиваль «Найди себя» состоится на территории Приморского кольца. В программе фестиваля, авиашоу, показательные выступления воспитанников военно-патриотического движения «Юнармия», программа от клуба служебного собаководства, концерты и многое другое. Об участии в празднике уже заявили более 20 военно-патриотических клубов Владивостока. Начало в 10.00, вход свободный. В преддверии Международного дня защиты детей детская концертная студия «Школа» и учащиеся детских школ искусств совместно с музыкантами Владивостока представят концерт «Там, где музыка живет» на сцене Пушкинского театра. В программе прозвучат произведения из известных фильмов и мультфильмов. Начало в 12.00, стоимость билетов – 250 рублей. А в театре «Андеграунд» состоится отчетный концерт образцовой студии современного танца «Эсидора». Начало в 12.00, вход свободный. Спектакль «Капризная принцесса» по сказкам Ганса Христиана Андерсона, «Свинопас» и «Принцесса на горошине» дадут на сцене театра «Кукол». Начало в 10.00, стоимость билетов – 250 рублей. Волшебство музыки, света и воды, невероятные по красоте и сложности выступления артистов, фантастические декорации. Цирк на воде «Шевченко-шоу» продолжает гастроли во Владивостоке. Это шоу по праву считается одним из лучших в мире. Его даже сравнивают со знаменитым цирком «Дюсалей». Начало в 13.00, стоимость билетов – от 500 до 2000 рублей. Пока на этом все, хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока. Фотоловушки национального парка «Бикин» на севере края зафиксировали несколько амурских тигров. Как считают специалисты, это подтверждает предположение о постепенном увеличении численности редкой полосатой кошки. Сейчас сотрудники снимают аппаратуру, установленную осенью 2017 и зимой 2018 года, анализируя полученные данные. 16 апреля по 8 мая инспекторы побывали в очередном рейде, в самых отдаленных уголках парка. Пешими маршрутами группа прошла около 200 километров. По границе национального парка и Красноармейского района поймам рек Леснуха, Верблюжья, Бисерная с выходом на реку Бикин. Полученные с фотоловушек кадры показывают, что в этих местах достаточно и копытных животных. На данный момент обработана информация менее чем с 20 камер, установлено же их 60. Напомню ранее, с данных фотоловушек специалисты нацпарка обнаружили двух тигрит с потомством. Национальный парк Бикин – самая крупная особо охраняемая природная территория в ареале Амурского тигра. И далее к новостям спорта. Три золота и одну бронзу привезли приморские бойцы с Кубка России по кудо. Крупные национальные соревнования впервые проходили в Калининграде. Этот турнир стал одним из решающих перед отбором в сборную России, которая в ноябре выступит на чемпионате мира по кудо в Японии. Подробнее расскажет Максим Яковлев. В этом году Кубок России по кудо впервые принимал самый западный областной центр. Калининград собрал у себя бойцов из 19 регионов страны. В такое далекое путешествие отправились и приморские спортсмены. Оттуда наши кудоисты вернулись с тремя золотыми и одной бронзовой медалью. Награды достались бойцам нелегким путем. Получилось так, что мы уехали туда за 5 дней до начала соревнований. Соответственно проводили легкие тренировки там, чтобы ребята не избавляли свои обороты, свой темп. И поэтому прошли удачно, будем сказать, акт климатизации. Первое золото в копилку нашей команды в категории 240 единиц принес чемпион мира Гигам Мановазян. В последнее время приморцу на крупных турнирах доставалось лишь серебро, но в этот раз Гигам победу не упустил. И это при том, что в финале ему противостоял опытный кудоист и самбист Павел Мальковский. Все бои до финала выиграл явно, без всяких вопросов в первом раунде завершились все боединки. В финале уже встретился, нужно сказать, в третий раз уже с противником. В дополнительном времени уже проявил, так сказать, характер, упорство и выиграл. Своё золото не упустил и Андрей Черных. Правда, его финал с Давидом Махмудовым из Ярославля был самым напряженным. Наверное, именно поэтому судьи вручили Андрею награду за лучший бой турнира. У нас поединок прошел с дополнительным временем. Я так и рассчитывал, что это будет, поэтому разложил силы. Действовал по тактике, которую мы с тренером разработали. Разбивал его по корпусу, чтобы он замедлился. И в концовке добавил темпу, добавил скорости. И он уже когда просел по функционалке, я его уже смог доработать и выиграть. Третье золото досталось женской части команды. Для Александры Савичевой поездка на кубок была своего рода шансом на реванш. С чемпионата России, который проходил в феврале, кудеистка вылетела практически сразу. Но для себя решила, что без национальных наград в этом году точно не останется. До этого, когда я выступала по инерам, я считалась непобежденной. Там было очень много наград. Но когда я перешла в женщину, это совершенно другой уровень. Я стала, наверное, более спокойная. Потому что вот этот детский у меня, вот этот азарт был постоянно. Он, наверное, мне немного мешал. Поэтому здесь мне надо было главное собраться морально. Но если у предыдущих бойцов за плечами большой опыт и копилка медалей со всемирных соревнований, то для Евгения Мыкола Кубок России стал первым серьезным испытанием в карьере. Дебют определенно удался. Приморец смог увезти домой бронзу соревнований. Ну, можно сказать, не повезло, всего, может, опыта. Ну, я проиграл там в конце, в конце концовочку отдал немного. Но бой за это место выиграл досрочно, были бы на руку. В принципе, почувствовал как бы уровень соревнований. Ну, и сейчас заряжем дальше тренироваться и достичь уже первых мест на России. Уже в июле кудаисты начнут новые тренировки, причем на выезде. В городе Обнинске пройдут всероссийские сборы, по результатам которых лучшие отберутся в национальную команду для участия в чемпионате мира в ноябре в Японии. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Четвертый Тихоокеанский туристический форум проходит во Владивостоке. О совместном будущем договариваются участники из России и стран АТР. Общественный транспорт под контролем администрации Приморской столицы. Транспортная инфраструктура должна стать единой системой. Кедровая роща появилась на русском острове. Полторы тысячи кедров. Высадили активисты в рамках Всероссийского дня посадки. Птичий гриб не повлиял на рост цен. Стоимость курятины в магазинах не увеличилась. Дефицита нет. Пляж юбилейный во Владивостоке обещают привести в порядок. Арендатор в ближайшее время должен заасфальтировать дорогу. Популяция амурских тигров растет. Таковы данные из национального парка Бикин. Приморцы вернулись с наградами с Кубка России по Кудо. Наши спортсмены привезли три золота и одну бронзу из Калининграда. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала. Или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните. И уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. Восьмой канал. Главное. Владивосток. Не для кого уже не секрет, что одна из главных функций мессенджеров, да и всей мировой паутины – возможность пересылать друг другу забавные фото и видео. Часто с котиками, а иногда и с более экзотическими представителями фауны. Несколько забавных моментов запечатлели на видеокамеры наши соседи по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Японский кот показывает чудеса паркура, спасаясь от врагов. Китайские сурки устроили драку за даму сердца, а питон из Индонезии невозмутимо возит на себе детей. Смотрим забавные видео вместе, без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была я, Юлия Рогоцкая. Увидимся на Восьмом. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнали Симон!